Приветствую вас дорогие друзья и подписчики канала. Вы смотрите очередную еженедельную рубрику авто новостей любителей УАЗ и не только, которые у нас выходят каждую пятницу в 16.00 по московскому времени. Ну а сегодня в выпуске мы расскажем. Сервис подписки на автомобили УАЗ. Первый беспилотный автомобиль Lada показали в работе. И в завершении поговорим об упрощенном порядке взыскания штрафов за нарушение ПДД и чем это грозит. Обо всем этом сегодня расскажем подробно. Ну а вы, напомню, смотрите канал спецтюнинг УАЗ. Так что не забывайте подписываться и мы начинаем. Ульяновский автозавод запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей УАЗ для организаций и индивидуальных предпринимателей. Так компания хочет сократить расходы малого и среднего бизнеса на транспортные средства и их обслуживание. Компании отметили, что в дальнейшем действия программы хотят расширить и на частных лиц. Сейчас же предложение доступно клиентам в 39 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Новосибирск, Волгоград и так далее. Ну а саму услугу предоставляет дочерняя компания Солерс транспортные решения. Услуга УАЗ-подписка предусматривает возможность аренды автомобилей моделей Патриот, Пикап, Профи, Хантер и линейки СГР на срок от 1 года до 5 лет без первоначального взноса. Ну а ежемесячные платежи будут фиксированными, что позволит восполнить сопутствующие затраты. Так, в частности, внедорожник Патриот в базовой комплектации и с механической коробкой передач обойдется примерно в 45 тысяч рублей в месяц при аренде машины на год, исходя из данных конфигуратора на сайте uaz.ru. УАЗ-подписка позволит клиентам избавиться от необходимости самостоятельной уплаты транспортного налога, осуществления планового и внепланового ремонта, оформления полисов обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности, а также полисов КАСКО без франшиз и ограничений по количеству допущенных к управлению водителей. Оплачивать нужно будет фактически только топливо и мойку автомобиля. Также УАЗ-подписка обеспечивает клиентам доступ к сервису дистанционного мониторинга транспортных средств через веб-портал и мобильное приложение. Сумма же ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранных моделей, модификаций, комплектаций, срока пользования и заявленного клиентом планируемого годового пробега. Ну а сама стоимость за услугу фиксируется в договоре и остается неизменной на весь период действия самой подписки. Дептранс опубликовал видео с демонстрацией работы беспилотной LADA Vesta SV. Самоуправляемая Vesta ездит в Москве по территории первой городской больницы имени Пирогова. Разработкой беспилотной LADA занимался МОС-транспроект вместе с МАДИИ. И к тому же LADA Vesta уже прошла процедуру сертификации в нами и получила все необходимые отметки в документах. Как рассказал директор НИИ Александр Поляков, это первое отечественное беспилотное авто, которое выполняет социальные функции, помогая медицинскому персоналу. Машина перевозит контейнеры с анализами между корпусами, тем самым врачи могут больше времени проводить с пациентами. Так, за месяц работы Vesta уже перевезла более 400 контейнеров с анализами и проехала более 120 км. Прежде по территории больницы курсировал беспилотный Ford Focus, который использовали с сентября прошлого года. Ну а сама идея запустить по территории больницы беспилотник возникла во время карантинных ограничений на фоне распространения коронавируса. Ранее также правительство утвердило комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без постраховки инженера-испытателя в салоне. Ну а само тестирование на дорогах общего пользования начнется уже в 2021 году. Минюст намерен провести цифровизацию работы судебных приставов, а взыскания штрафов за нарушение ПДД могут стать автоматическими, поскольку средства будут просто списываться с банковских счетов самих нарушителей. Система взымания штрафов может быть доработана так, чтобы они списывались со счетов должников автоматически без вмешательства судебных приставов. О таком предложении Минюста рассказал замглавы ведомства Евгений Забарчук. По его словам, Минюст намерен двигаться к упрощенному порядку взыскания средств, а для этого планируется перейти к электронному механизму взыскания денег по исполнительным листам, связанным с постановлением о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения, как рассказал Забарчук. Правда, здесь стоит учитывать и то, что введение автоматической системы списания штрафов затруднит весь процесс их обжалования. Например, когда постановление отменено и штраф признан незаконным, как уже предупредили опрошенные юристы. Если этот порядок упростить, то права граждан будут сильно нарушаться, потому что они будут лишены возможности своевременно их рассмотреть и обжаловать, а люди будут узнавать о штрафах лишь по факту денежного списания. На сегодня это все новости, которые произошли на этой неделе. Также пишите в комментариях ваши мысли по поводу новостей и о каких новостях стоило бы также рассказать в этом выпуске. Не забывайте ставить лайки, делитесь этим видео с друзьями и ждите следующего выпуска новостей уже на следующей неделе. И хочу напомнить, что теперь новостные рубрики выходят у нас по пятницам в 16.00 по московскому времени. Так вы будете точно знать, когда выходит новый ролик и сможете первым его посмотреть. Обязательно подписывайтесь на канал, если до сих пор не сделали этого и ставьте колокольчик. Ну а у нас на сегодня все, так что всем спасибо за просмотр и пока.